Сочные факты представляют «Облинательные прорывы человечества» за последние сто лет – радио, интернет и телевидение. Он переехал в Остин, чтобы поступить в Техасский университет в начале 1930-х годов. Шарлотта родилась в штате Айова в 1914 году, когда ей было около 20 лет, муж ее старшей сестры погиб в авиакатастрофе. Вся семья Шарлотты переехала в Техас, чтобы помочь сестре. «Ей понадобилось 5 лет, чтобы решить, что она хочет выйти замуж», – сказал Джон со смехом. Это была середина Великой депрессии, и пара хотела заработать немного денег, прежде чем построить дом. 22 декабря 1939 года Джон и Шарлотта поженились. Они провели медовый месяц в Сан-Антонио и остановившись в отеле, который стоил 7 долларов за ночь. Хендерсоны обожают путешествовать, особенно на круизных лайнерах. Они побывали в Южной Америке, Скандинавии, Китае и десятки других мест. Так в чем же секрет их долголетия? Они едят правильно, не пьют много, а Джон до сих пор занимается в спортивном зале почти каждый день. За исключением плохого слуха, у них отличное здоровье. «У Хендерсонов никогда не было детей, некоторые люди говорят, что именно поэтому мы так долго живем», пошутил Джон. «А еще они никогда не спорят, а все разногласия стараются уладить перед тем, как лечь спать». А сколько лет вы вместе со своей половинкой? На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, до новых встреч, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok